Сегодня опять говорим про цену биткоина и эфириума. Это очень-очень-очень срочное сообщение для всех, кто держит биткоин, а также эфириум. И давайте сразу перейдем к сути. Также хотел предупредить вас, обязательно досмотрите это видео до самого конца. Там я поговорю не только про мои цели, но также про мои прогнозы на биткоин, а также на эфириум, про который я не говорил уже какое-то время. Но у меня есть некоторые новости для вас, которые могут изменить ваше мнение по поводу того, что произойдет в ближайшее время. Последнее время, ребята, наше вовлечение на канале было просто сумасшедшим. Огромное спасибо вам за это, за все ваши лайки, поддержку, за то, что делитесь видео. Огромное вам спасибо, ребята. Я всегда рад вашим лайкам и вашим комментариям. Итак, сейчас давайте все-таки поговорим про биткоин. Вчера я уже рассказывал про этот потенциальный нисходящий клин, который может стать последней надеждой на разворот на биткоине. После этого видео мы упали и ушли на ретест нисходящей поддержки. И удержали ее. Пока биткоин находится в этом нисходящем клине, при том вершина у него находится уже на этой неделе, в течение следующих пяти дней. И пока мы находимся внутри этого паттерна, у нас есть последний шанс для того, чтобы дойти до цели в 42 с половиной тысячи. Да, я должен сказать, что биткоин находится ниже этой поддержки. Давайте перейдем на дневной график, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Мы ниже этого канала. Но даже несмотря на то, что мы ушли ниже, этот прорыв вниз пока что не был определяющим. Пока что нельзя было сказать, что мы 100% уходим ниже. До цен в 33-34 тысячи долларов. Пока что мы удерживаем поддержку. Так что я бы пока что воздержался от шорт-позиций. И затем, если рассматривать прорыв наверх, я уже рассказывал вам про бычью цель. А медвежью цель пустил еще вчера в Твиттере. Так что обязательно подписывайтесь для того, чтобы получать все обновления в реальном времени. Итак, медвежья цель будет находиться около уровней, про которые я уже рассказывал. 34 тысячи 200 долларов. За один биткоин. Это медвежья цель на биткоине. Такой нисходящий клин – это бычий паттерн. Конечно, мы в целом падаем. Но технически, с точки зрения вероятностей, в двух из трех случаев мы должны пробиться наверх. Это не значит, что стоит заходить в лонги сейчас. Нужно для начала дождаться, пока мы пробьемся через сопротивление, и получим подтверждение. Если это произойдет, я сам открою лонг. И закрою его перед большим сопротивлением. Сейчас давайте поговорим о кое-чем другом. Перед тем, как я расскажу вам про мои цели и ожидания, вот о чем я хочу с вами поговорить. Многие люди забывают это. И да, я думаю, что наш канал – это самый просматриваемый биткоин-канал среди всех, кто делает видео только по биткоину. Но это не значит, что у меня нет эфириума. У меня 15% находятся в эфириуме. По определенным причинам. Конечно, с NFT, например, у нас есть сумасшедший юзкейс на эфириуме. Все больше и больше децентрализованных приложений появляется. Огромное комьюнити программистов также там. Но что самое важное – это вся структура. Эфириум дефляционный. Что означает, что больше эфириума сжигается, чем майниться. Что означает, что предложение эфириума уменьшается со временем. Это была единственная вещь, которая мне не нравилась в эфириуме. Но поскольку эфириум стал дефляционным, время играет нам на руку. Каждый печатаемый доллар идет на пользу эфириуму. У всего этого сейчас совершенно другой нарратив. И я лично думаю, что цель каждого, и это, конечно, довольно субъективно, держать хотя бы один эфириум. Пишите внизу, если у вас уже есть один эфир. Или, может быть, нет, или, может быть, вы вообще не согласны. Я отношусь к биткоину и эфириуму по быче. В долгосрочной перспективе уж точно. А в краткосроке нужно следить за графиками. Сейчас не стоит открывать трейды. Спасибо за просмотр. Мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, как обычно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok